Всем здравствуйте! У нас сегодня такой интересный формат интервью. У нас сейчас продукт мы пилотно запустили уже в Красноярске и Екатеринбурге. Это что-то вроде аналог N-Market и Trendagent, только внутренний, по большому счету. Потому что у нас всегда сейчас новостройки идут, и мы в целом думали, как это правильно сделать. Вот у нас Екатерина, руководитель проекта, Софья. Действительно устроек, да. Можно сказать, заказчик, да, правильное слово. Вот у нас так все устроено, и на самом деле продукт хороший получился. Екатерина, давай с тебя начнем. Расскажи, что там поменяется у нас основное? Ну, в первую очередь поменяется сам по себе подход. То есть мы сейчас работаем не с точки зрения проектного подхода, а продуктового. То есть мы нацелены на то, чтобы продукт выпустить конкурентный на рынке и составить конкуренцию тем сервисам, которые уже имеются, которыми пользуются риэлторы. Соответственно, мы ведем работу с пользователями, собираем обратную связь, исследуем, определяем приоритет разработки функционала, который прям супер важен, нужен, и которым точно будет пользоваться. И, соответственно, его в первую очередь и разрабатываем, и внедряем. Екатерина, можно вопрос задать? Вот, знаете, у нас наши риэлторы так любят, что конкретно станет лучше? Они говорят, что, как нам станет лучше работать? Да, я поняла. Самое главное, ключевое, то есть чем отличается от предыдущего сервис, так скажем, предыдущий, можно сделать подборку точечно по квартирам, то есть фильтрация идет конкретно по квартире. В то же время, с другой стороны, бэк-офис информацию по квартирам заполняет. То есть любые запросы клиента по требности, там, двухуровневые, я не знаю, конкретно высота потолков, вид из окон, еще что-то. То есть это можно не перелопачивая все ЖК посмотреть, а именно фильтры вбить и найти нужные квартиры. Так, из общего что еще такое улучшится? Из общего, ну, это в любом случае автоматизация, это актуальность данных, то есть это все необходимые инструменты, чтобы эту актуальность подтвердить. Ну, я знаю, мы теперь застройщиками будем прямо вот в онлайне, по сути, да? Да, то есть у нас это автоматическое обновление по фидам, причем там периодичность, каждый час, и на сайте, и в системе все постоянно актуально. Это автоматическая подборка, то есть все удобно формируется. Можно массово несколько объектов с разных источников, с разных окон можно сделать. Слушай, как будет актуальность информации? Потому что вот эта жалоба большая была, что... Ну, в первую очередь, это ведется работа по переключению застройщиков, кто вручную обновлялся на фиды. То есть я сама лично с ними встречаюсь, встречаюсь с их разработчиками, встречаюсь с их CRM, в которых они ведутся, и мы ведем переговоры, то есть я консультирую подсказы, как сделать, чтобы мы могли бы взаимодействовать, чего раньше, то есть не делалось. Соответственно, они говорят, ну, у нас нету, до свидания. То есть сейчас ведется именно разработка. Ну, и поддержание у нас команды, которая поддерживает эти фиды. У нас сервис, который эти фиды обрабатывает и размещает информацию. То есть мы постоянно все вносим, актуализируем, поддерживаем. И у нас есть дашборд по обновлению фидов. То есть мы его отслеживаем в режиме онлайн, как у нас вообще происходит все это. То есть в Росклубе... Ну, я там посмотрел, там удобно будет история всех отправленных подборок клиентов. Можно хоть пять подборок одному клиенту разных видов. Там будет история подборок, история показов. Мы дальше добавим историю фиксаций. Это тоже будет статироваться. Далее мы добавим историю бронирования. Это тоже будет все статироваться. Как ручной формат через бэк-офис, так и онлайн. С теми застройщиками, у которых есть такая возможность. Хорошо. Екатерина, спасибо. Софья, расскажи нам с позиции заказчика, вот как департамент новостроек. Я знаю, ты уже лет пять работаешь. Молодец, кстати, великолепные результаты. Я считаю, благодаря тебе у нас именно вот работа с новостройками, в том числе на таком хорошем уровне, во всех странах, во всех городах. Просто я тебя не все знаю, да? Да. Спасибо, очень приятно. Расскажи там, да. Ну, для риелтора самое важное, мне кажется, это скорость отработки запроса клиента. И то, что сейчас риелтору не придется перелопачивать действительно кучу информации, а вся она будет в одном месте, можно будет отфильтровать под любой запрос клиента квартиры очень быстро. Это самое удобное. Можно будет отправить себя в любой мессенджер, в любом видео, хоть ссылкой, хоть PDF-файлом, хоть в Telegram, хоть в WhatsApp, хоть в Viber. То есть, мне кажется, это очень удобно и у риелторов будет востребовано. Поэтому мы призываем всех риелторов присоединяться к тестированию этого продукта. Важно очень получить вашу обратную связь, чтобы мы делали продукт, который будет востребован вами и решать предзадачи ваши. Как запуск будем осуществлять? Сейчас вот Екатеринбург, Красноярск в пилоте были. Далее у нас на очереди Санкт-Петербург. Мы активнее будем это внедрять в Москве. Также Тюмень у нас ожидается в июле. И потом уже небольшими партиями прям по многу городов. По 10-30 городов будем. Казахстан, Узбекистан когда подключаем? Вот в этой очереди, по-моему. Да, в этой очереди. И в первой также очереди еще будет Ижевск, Сургут и множество других городов. Там прям по штук 20 будет. Хорошо, интересно. Кать, что еще пожелания дальше получается? Тогда внедрять будут? Какие еще преимущества в будущем? Планов я видел у вас громадьетом. Да, у нас очень много функционала. И я хочу сказать, вот у нас есть инструкция, она постоянно обновляется. Мы ценим время риэлтору. Безусловно, мы не будем, конечно, им давать 400 трансляций. Я к тому, что лучше сейчас уже начать пользоваться. Не ждать, когда доработается полностью функционал. А именно на том функционале, который имеется, о котором мы сегодня рассказали. И постепенно новый получать, изучать и дальше-дальше внедряться с этим продуктом. Потому что дальше будет легче, чем ждать, когда он полностью зайдет. И уже сесть и смотреть, сколько всего. Это CRM. Она отлична от других CRM. Поэтому лучше, конечно, разобраться. Екатерина, слушайте, я знаю, что Вас не остановить. Мне кажется, в этом вечно можете разговаривать. Но время в эфире очень ограничено. Поэтому спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.